Приветствую вас, давайте разберем ваш текст, который вы написали. Когда у меня возникает мысль сделать что-то, даже такие простые вещи, как посидеть в телефоне, посмотреть на часы или поесть, у меня сразу после этого, то есть после того как появляется мысль, возникает мысль, возникает какая-то отторгающая мысль сомнения, ой, я начала сомневаться, значит не надо это делать, а может надо. Я это бросаю. Ну, Юля, что можно сказать? Конечно, нужен анализ более полной ситуации, то что вы описываете, на мой взгляд достаточно блекло и неполно отражает. Ту картину, которая происходит. Потому что, картина происходящего, она мне представляется несколько другой, несколько более глубокой, вот. Но я не исключаю того факта, что для вас это действительно может быть вот так вот, как вы, как вы, это описывается. С точки зрения, с точки зрения транзактного анализа, с точки зрения психологии, мысли, которые возникают у нас в сознании, имеют определенного рода природу. То есть, это значит, что есть мысли, исходящие от одной природы, есть мысли, исходящие от другой природы, вот. Есть мысли, исходящие от третьей природы, то есть, по факту, по факту, получается, что наши мысли имеют тройственную, тройственную природу. Вот. Что же это за тройственная природа мысли? Тройственная природа мыслей, это мысли наших желаний, ну это мысли, которые проистекают из наших желаний. Это мысли, которые проистекают из наших обязательств, из наших обязанностей, из наших установок, из нашего чувства долга, если угодно. Вот. И это мысли, мысли, анализ, то есть, мысли, которые раздаются в результате холодного, расчетливого анализа тех или иных событий, тех или иных действий, которые, ну, произошли с нами и так далее. И вся тонкость здесь заключается в том, что вам необходимо проанализировать, кому принадлежат эти мысли, сомнения. Значит, то, что сомнения принадлежат, значит, то, что сомнения, значит, у вас имеет место быть от родителей, это факт, вот, а то, что сомнения идут от родителей, это правда, вот. И вот нужно вам и понять, какую цель преследуют эти самые ваши мысли. И тогда вы сможете для себя определить, что с этим дальше вам делать делать. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш запрос. Дальше. Смотрите. Вы пишете... Так. После прочтения книг «О стиле мечтей» общество стал зацикливаться на своих мыслях, сомневаться о том, что я подумал, начало бороться с мыслями, которые раньше не беспокоили. Ну вот, понимаете, вы для чего-то начали читать эти книги. И, соответственно, я полагаю, что это тоже нужно выяснять. Тоже нужно выяснять. Для чего вы их читали, да? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в Даратанович. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи!